Здравствуйте, дорогие мои подписчики и гости моего канала. Я вас всех приветствую. Сейчас будет онлайн-расклад без вариантов, а тема будет называться так. Как у него дела в семье? Давайте посмотрим, как дела у вашего мужчины сейчас на данный момент в семье. Что там происходит? Что у него с семьей? Хорошие отношения, плохие отношения и так далее. Давайте сейчас все будем смотреть. Вам всего лишь нужно будет подумать о своем мужчине. Загадайте его, представьте его, почувствуйте его очень хорошо. И то, что с самого начала, например, я буду говорить, буду выкладывать карты, и все будет сходиться с вашим мужчиной, вы будете понимать, что сходится. Значит, смотрите расклад до конца. Если вы чувствуете, что они сходятся, это не ваш мужчина, не надо смотреть этот расклад до конца. Спасибо, а он просто не ваш. Итак, ваш мужчина сейчас на данный момент. Какой он? Вот его энергетик, он сам. Чтобы вы уже понимали, насколько это точно, да, расклад. И подходит ли он вам? Подумайте о своем мужчине, представьте его очень хорошо. Итак, ваш мужчина, сегодня, на данный момент, как у него дела, кто он сам? Он сам, его энергетика, он сам. Еще. Еще. Ну, я бы сказала, да, ему сегодня очень тяжело. Очень тяжело. Потому что здесь, ну, я бы не сказала, что хорошие карты. Здесь мужчина, знаете, как убитый. Здесь, как бы он не хотел двигаться вперед, что бы он не хотел сегодня разрешить какой-то вопрос, у него ничего не получается, ничего, какой-то, знаете, стопор. Мужчина на данный момент является очень таким эмоциональным, таким тонко чувствующим, что вокруг него происходит. Понимают его люди, не понимают его люди. Он хочет, чтобы к нему сейчас относились по-доброму, чтобы его не дергали, да, чтобы дали ему возможность двигаться вперед и делать, я не знаю, творить прекрасно в этом мире, да. Потому что он хочет быть сейчас лидером, он хочет победы, он хочет какой-то самореализации, он хочет, я не знаю, высокой должности, он хочет что-то получить, но не получается. Потому что кто-то ему мешает, кто-то оставляет ему палки в колеса, кто-то ему говорит «нет». Может быть, рядом человек, который не дает ему выйти, да, вперед, выдвинуться, показать себя, заявить о себе. И он очень сильно эмоционально переживает, он очень страдает, он сейчас практически, знаете, в таком состоянии, может быть, где-то уныние, одиночество, где он пытается понять, что происходит вообще, что происходит, почему нет, почему стопор, почему мне нельзя, почему мне надо ждать, потому почему, ну, много у него, знаете, вопросов, почему, почему, самому себе, потому что ему тяжело. Может быть, у него сейчас на данный момент есть какие-то проблемы с ребенком. Если у него есть ребенок, мальчик или девочка, неважно, может быть, сейчас на данный момент какие-то проблемы с ребенком. Что-то он не может реализовать, что-то он не может подарить, что-то он не может сделать для ребенка, например, да. Может быть, какие-то ссоры, какие-то конфликты. Также я бы еще сказала, может быть, сейчас на данный момент он ждет какое-то предложение, выгодное предложение о сотрудничестве, предложение по работе, предложение контракт, какие-то возможности, и не получается, понимаете. Он ждет, может быть, уже целую неделю, когда ему дадут эту возможность. Нету пока, нету, надо ждать. Все пока еще в подвешенном состоянии, карта жертвенности, да. Он как жертва обстоятельств, он от кого-то зависит, он кого-то ждет, он кому-то подчиняется. А ему так хочется просто быть первым, быть лидером, сесть на коня, заявить о себе и сказать, смотрите, вы не ожидали, а я сделала, у меня получилось, вы мне дали шанс, а у меня получилось, потому что ему сейчас шансов не дают. И у него первая карта, которую я вытянул, это десятка мечей. Насколько ему сейчас плохо? Его практически убили, его сейчас практически нету, потому что он уже вообще не хочет ничего, он хочет, чтобы его оставили в покое. Он хочет зависеть от самого себя, а он на данный момент зависит от кого-то, от каких-то обстоятельств. И ему очень тяжело. Может быть, кстати, он недавно, ну вот на днях, с кем-то поругался. Поругался, может быть, с начальством или с коллегой, или с каким-то партнером, с кем он имеет бизнес. Бизнес, да, и тот партнер сказал, ну все, если не хочешь, уходи. Такой момент тоже может быть, да, то есть, и он не знает, а что теперь будет дальше. Вот мы поругались, и что теперь будет, смогу ли я начать все сам, с нуля, опять этот же бизнес, да, без него. То есть у него какие-то такие мысли идут, понимаете, он очень хочет двигаться вперед, ну вот что-то его останавливает, что-то его держит, опять же, обстоятельства. Здесь человек зависит только от себя, ой, вернее, не зависит от себя, зависит от кого-то. А он хочет зависеть от себя, но пока не получается. Так, хорошо, давайте посмотрим. Да, вот видите, смотрите, на дне колоды у меня восьмерка мечей. Человек весь закрытый, и глаза закрыты, и руки связаны, да. И он ничего поделать не может, он весь закрытый на данный момент. Какие, я не знаю, как в тюрьме, понимаете, этот человек, как в тюрьме, они от него зависят. Его туда посадили, его там держат, и он выйти не может, да. Вот как в тюрьме все, вот одно и то же. И такие же обстоятельства, от которых он зависит. Так, ладно, давайте все-таки будем смотреть его семью. Что происходит у него на данный момент? Я сейчас сказала, какой он, да. Вот если сходится, значит, смотрите. Также я могу сказать, что этот мужчина, возможно, водного знака зодиак, рыба, рак, скорпион. Или же, в принципе, он очень такой, очень мягкий, душевный, да, ну, рыба, рак, скорпион, да. То есть он может быть также и мягкий, душевный, добрый, понимающий, заботливый, чувственный, да, такой, никем не понятый, да, фантазер, фантастик и творческая личность. Да, здесь тоже может это быть. Вот такой ваш мужчина на данный момент. Так, что у него происходит в семье? Давайте посмотрим. Что у него происходит в семье на данный момент? Что у него происходит на данный момент в семье? Ой, плохо. Плохо, плохо, плохо. Вот он так завязан, закрыт. Он связан по рукам и ногам со своей семьей. В семье очень тяжелая обстановка, очень, потому что, я бы сказала, идут хитрости, обманы, манипуляции, интриги, измены, коварства, воровства. У меня здесь семерка мечей, да. Мужчине очень тяжело жить в такой семье. Я пока не могу сказать, женат он или нет. Это тяжело посмотреть, потому что пока не выходит. Это не выходит. Это говорит о том, что, возможно, на данный момент для него даже не важно, с кем он живет. С гражданской женой живет он, с супругой официальной он живет или с любовницей. Не важно. Для него атмосфера важна в семье. Атмосфера не очень хорошая. Ему очень тяжело. Его семья вот на данный момент, это как тяжелое бремя для него, где он терпеливо просто работает. Он работает на семью, он что-то приносит в семью. Он выполняет свои обязанности, и он терпеливо ждет. Да, я вкладываюсь, я терпеливо жду, когда я смогу собрать плоды, да, этой радости семейной. Но каких-то плодов радости абсолютно нету, потому что здесь семья, для него мало того, что тяжелое бремя, так она еще не дает ему развития, не дает ему раскрыться, не дает ему свободы. Она полностью его, знаете, заблокировала, не знаю, закрыла, связала, повязала с собой, да, как воедино и целое. Он зависит от семьи. И здесь, естественно, включается семерка мечей. А как мужчина может по-другому еще себя вести? Он как в тюрьме в своей семье. Конечно, он будет изворачиваться, понимаете, как уши на сковородке. Естественно, он будет включать хитрости, обманы, манипуляции, интриги, коварство и воровство. Все от него это можно завести, потому что его семья, вот, понимаете, он попал в свою семью, как, я не знаю, в сети паука. И ничего эта муха, да, теперь сделать, теперь не может. Там, потому что этот паук, как тарантул, наверное, жрет его энергию, забирает его, да, и поглощает его, от него требует, от него чего-то ждет. А он не робот, он мужчина. Мужчина – это живое существо, да, живое тело, живая энергия, которая хочет свободы, которая хочет любить, которая хочет жить, наслаждаться жизнью. Вот это сейчас не получается абсолютно. Мало того, что в семье так тяжело, так еще на работе тяжело. Поэтому и десятка мечей-то и вышла. Вопрос, который я задавала, да кто он сейчас? Покажите мне. Вот десятка мечей. Человек убитый, практически убитый, его все равно, что уже нету. Он смотрит в будущее, он, потому что ему, он устал в этой семье, он устал, и он смотрит в будущее. Он для себя сделать хочет какой-то выбор, в какую сторону ему двигаться, правильно вообще он живет, правильно он что-то делает. Потому что ты стараешься, чтобы было все хорошо и для всех, и для себя, но в итоге ничего хорошего не получается. Он это прекрасно понимает, и он уже просто понимает, что все, так больше нельзя, это ненормально. Я хочу, я хочу жить, я хочу свободы. Еще давайте посмотрим. Нет, давайте все-таки посмотрим, с кем он живет, кто у него там, да, что это, что за семья там такая, что там происходит в семье, кто, кто, кто у него есть? Такие люди. С кем он живет? Еще. С кем он живет? Кто у него есть? Так. Ну, я, опять же, не показывают. Я не могу описать кого-то сейчас на данный момент. Это опять говорит о том, что человек тоже, у него нету счастья в этих отношениях, нету счастья в семье. Поэтому и не выходят первые лица, не выходят. Он постоянно помогает. Возможно, там есть дети, кому он сейчас обязан помогать. Я не знаю, алименты или еще что-то. Может быть, у него недавно был какой-то, я не знаю, бракоразводный процесс, и он сейчас в этом процессе находится, да. Потому что карты, опять же, плохие. Посмотрите, пятерка мечей. Что там, война? Там какая-то месть ему идет со стороны, да, со стороны его близких, его семьи. С кем-то он не договорился, кому-то он что-то там должен и не дает, не отдает долг, или кто-то просит поддержки, он не помогает. И кто-то затаил вражду, да, месть какую-то холодную. Вышел он из-за каких-то отношений, скорее всего, да. Может быть, из этих отношений, может быть, он жил сейчас, посмотрим, я не знаю, что там дальше покажут. Но я сейчас уже предварительно это чувствую, что, скорее всего, он вышел из отношений, оставил женщину с детьми. И сейчас в качестве мести жена там, наверное, ему говорит, не будешь видеть ребенка, да, потому что ты там должен алименты заплатить или еще что-то такого рода. И он-то очень агрессивный. Он на данный момент очень агрессивный. Он из этих отношений вышел очень плохо. Вышел очень плохо. Для себя, наверное, счастлив, может быть, где-то, да, он счастлив. Или он сейчас, может быть, находится, я бы сказала, еще на таком этапе, где ничего-ничего, я скоро выйду из этих отношений, и я буду опять тем, кем я был всегда. У меня опять будет все хорошо. Эти отношения меня топили, поглощали, не давали мне быть тем, кем я всегда себя чувствовал, настоящий мужчиной. Возле меня должны, понимаете, кружиться. Потому что я яркий, я самодостаточный, я там, я не знаю, публичный, да, я мужчина вообще на сто процентов. Я такой, я столько еще могу, да, в жизни добиться и получить. А меня эта семья просто топила и не давала мне этой возможности. И он сейчас такое ощущение, как будто, знаете, предъявляет кому-то свои претензии. Предъявляет, если он долго молчал-молчал, то он теперь уже молчать не хочет. Он уже говорит, все, вы мне все надоели. Я от вас устал. Сколько можно? Вот так вот. Давайте посмотрим еще. Интересно как, что у него в семье. Да, смотрите, король Пентакли. От него все ждут же деньги. Деньги, деньги, помощь, поддержка. Деньги принесет, купит, подарит, сделает. А он уже устал, понимаете? Что он должен. Кому-то он постоянно должен. Потому что в этой семье было так поставлено изначально. Ты должен. Все. Вот он должен. Он с этим постоянно живет. Я должен, я должен, я должен. Понимаете? Это очень сурово, это очень жестко. Еще, что сейчас на данный момент происходит в его семье? Колесница. Да, дорога. Да, король Мечовый. Он для себя принимает решение уехать. Уехать и расстаться с женщиной. Дама. Дама Пентакли. Посмотрите, как четко. Где он был? Скорее всего, супругом. Да. Да. Здесь мужчина для себя определяет такой вариант, что я должен ехать. Или я должен переехать. Я должен съехать. Я должен уйти. Здесь дама Пентакливая все-таки выходит. Или это мама его? Если вы точно знаете, что он не женатый. Это его мама. Потому что мама постоянно его подавляет. Маме нужны деньги. Маме купи это. Маме купи Тома. Он здесь, как знаете, как будто не сын ее родной, а муж ее, понимаете? Который должен ей. Потому что она хочет вкусно, хорошо жить. Мама всего там купить себе хочет. И она благоустроенную жизнь хочет. И это должен все сделать ее сын. И здесь сын уже в качестве как мужа уже тоже идет. Потому что он должен, постоянно должен. Понимаете? Если вы точно знаете, что мужчина не живет с мамой, у него есть женщина. Это женщина его супруга. Здесь уже гражданский брак, негражданский брак даже не имеет сути. Потому что здесь, в принципе, идет как женщина стабильная, постоянная. Хозяйка, мать его детей, так скажем, да? И та женщина, с которой он постоянно живет. Здесь женщина также любит комфорт. Она меркантильная. Она материалистка. Может быть, она сама деньги зарабатывает. И она не бедная. У нее все практически есть для жизни. Да? Но она так же, как от мужчины, от него что-то постоянно требует. Если не денег, то внимание, забота и так далее. Его присутствие вечного рядом. Или же эта женщина, дама-хозяйка, она не работает. Но она так же, как любая женщина, хочет вкусно и хорошо жить. И она так же от этого вашего мужчины требует. Ты должен принести, ты должен купить. Ты должен, ты должен. Ты мужчина. И ему это все, это так надоело. Потому что он устал. С такой женщиной он просто устал. Здесь могут быть какие-то поездки, какие-то командировки, какие-то планы на будущее. Да? Он хочет самореализацией заняться. Он хочет подняться вверх. Потому что такое ощущение, что эта женщина его топит почему-то. Она топит. Знаете, она как будто крылья ему подрезает. А ему так залететь хочется высоко. Потому что он понимает, что у него раньше же были шансы вот для этого взлета. А сейчас он не может практически все. Она его приземлила и сказала, милый, не надо, не надо тебе. Работаешь ты там, я не знаю, на... Как все обычные работе. Но и не нужно тебе дальше, больше. Да какой ты начальник? Не надо тебе начальником. Понимаете? А он понимает, что он может больше, чем просто ходить на работу с утра до вечера, там, писать какие-то бумажки, сидеть в кабинете. Он может больше. Здесь женщина не дает возможности, да. Она более приземленная и хочет, чтобы он тоже таким же был. Давайте еще посмотрим, что у него в семье. Смотрите, как картина потихоньку разворачивается. Что у него еще в семье происходит на данный момент. Да, то хорошо, то плохо. И он понимает, что это какая-то карма, которую он отрабатывает. Здесь могут быть маги... Да, здесь магия. Здесь есть магия. Магия в его семье. Кстати, возможно, эту магию делала его женщина, которая его и привязывает через магию. Может быть, здесь также идет магия со стороны кого-то в его семью. Чтобы он плохо жил со своей женщиной. Чтобы он ушел от нее. Потому что здесь два старших аркана. Мне это подчеркивают. И он уже, знаете, он просто уже чуть ли не молится всем богам. Он уже думает... Он, знаете, он сам подозревает. Здесь мужчина уже дошло до того, что он сам подозревает, что что-то здесь неладное. Это ненормальное. Почему я не хочу быть с этой женщиной? Почему она меня топит? Почему у нас ничего не получается? В принципе, он думает, я же ее выбирал. Такую, какую я хотела. Она мне изначально понравилась. Она была женщина такая. В теле, какую я люблю, да. В ней, при ней все есть. Она умница, хорошо готовит. Я же изначально выбирал такую, которую я хотела. Я присматривался. Она по всем параметрам мне подходила. Что сейчас-то происходит, я понять не могу. Почему я сейчас ее не хочу? Потому что мне сейчас тяжело с ней. Почему? Почему? Опять же, столько вопросов у него к самому себе. Почему? И он начинает догадываться, что может быть, здесь влияние какое-то есть. Может быть, это карма моя, я не знаю, которую я отрабатываю с ней. Почему мне так с ней тяжело? Потому что здесь неоднозначное отношение. Его то тянет к ней, он ее хочет, то его бесит она. Он ее уже не знает, куда от нее бежать просто на все четыре стороны. Поэтому здесь мужчина понять не может, что происходит. Он же счастье хотел с ней. А счастья-то нету. В семье нету счастья. Ему плохо. И знаете, чем дальше с этой женщиной он живет в семье, тем ему хуже, хуже. Знаете, как болото, которое засасывает, засасывает. Деньги вечно куда-то уходят непонятно. Он ей отдает деньги, она тратит эти деньги, я не знаю, на губолушки, на какие-то платья уже, там у нее платья уже, гардероб валится. На одни и те же пары туфлей она покупает несколько цветов одной и той же пары. То есть он понять не может, ну что такое, ну почему, я же выбирала ее нормальной, что потом пошло не так. Ну что потом пошло не так. Он, понимаете, он пытается постоянно понять, где, где, где пошло, что не так. Как, вот вначале все шло, а потом где. Знаете, он как психолог уже, он просто уже как психолог пытается промотать вот эту, как кинопленку, да, начало их истории. И понять, на какой зацепке, где началось уже, да, проблема, сложности. Хорошо, идем дальше. Давайте посмотрим, все, я поняла. Давайте теперь посмотрим, знаете, какой момент. Я хочу на вас все-таки перейти. Да, давайте, потому что мне все понятно здесь. Здесь мужчине очень тяжело. Тяжело, если он живет. Вот точно вы знаете, что у него и женщина, ему тяжело. Если, опять же, да, если вы знаете, что у него никого нет, никакой женщины, он также думает, почему мне тяжело, я что закрытый, на мне что порча, что на мне магическое, почему я не могу устроить личную жизнь, почему я должен жить и зависеть от матери. Здесь то же самое идет, почему я должен постоянно только мама, мама, мама. Почему я не могу построить нормальные отношения с женщиной, там, например. Да, может быть, у него там когда-то была, мы расстались, и потом только все, и началось только одна мама. И он тоже копается, он тоже ищет зацепку, где он, что он сделал не так. Здесь мужчина-аналитик, понимаете, собственный анализ проводит, где, что пошло не так. Давайте посмотрим, а что он о вас думает. Кто вы для него? Хотел бы он вас видеть своей семьей? Давайте вот этот вопрос поднимем. Все, что у него, мне уже понятно. Здесь мужчина мучается и мается. С женой ли он, с мамой ли он, неважно. Здесь мужчина мучается и мается. Давайте посмотрим, как он видит вас, кто вы для него. Еще, как он видит вас. Да, посмотрите, как, вот классно, классно, классно. Смотрите, вот я как вас, когда говорила, я задала вопрос, видит ли он вас своей семьей, да, хочет ли он с вами семьей. Девочки, да, конечно, однозначно. Посмотрите, какие у вас идут пентакливые карты. Какой он вас видит трудоголиком, который постоянно работает, у которой все уже налажено. Уже давно или бизнес свой, или работа хорошая. Она разрабатывает деньги, она ездит на работу. Дом, работа, семья, да, очень активно, очень ярко, очень сексуально, которая умеет жить так, как она считает нужным. Это он весь закрытый здесь, понимаете? Он не может быть первым лидером и получать то, что он хочет. Он не может себе этого позволить. А вы себе это позволить можете. Вы зарабатываете деньги. У вас все, знаете, на несколько дней уже там, я не знаю, расписано. Что вы будете делать? С кем вам нужно увидеться? Куда нужно поехать? Что нужно купить? У вас хорошая семья. У вас богатая семья. Вы идете из хорошего рода. Вы часто путешествуете, меняете место жительства, переезжаете. Вы очень разносторонний человек. Вы не конфликтный человек. Вы женщина такая, знаете, все прекрасно понимающая. Потому что с нуля несколько раз поднимались и видели все невзгоды и тяжести. Тяжелую жизнь, имею в виду. Знаете цену копейки. Уже всю жизнь работаете, зарабатываете, самореализовываетесь. Может быть, знаете несколько языков. Вы самодостаточная женщина. Кстати, может быть, вы были в браке. Может быть, вы были в браке. Может быть, вы вдова. Да. Но здесь женщина очень хорошая, цельная, сильная, красивая, самоуверенная, самодостаточная. Которая постоянно в росте. Которая хочет, чтобы ее бизнес развивался. Которая хочет иметь большой красивый дом. Которая хочет прекрасное, красивое будущее. Он на вас смотрит, понимаете, как на некий спутник. Вот так вот, понимаете, в небе сияющий. И он тоже хочет так же, как вы. Потому что там, где он находится, он этого не чувствует, не видит. И у него это там нету. Он в болоте находится. А вы как звезда, понимаете, где-то. Светите красиво, хорошо. Сами для себя. Потому что ни от кого не зависите. А он зависит. У него такое ощущение, как будто уже ни мнения своего нету, вообще ничего. Он себя растерял. Он растворился в этой семье. А семья ему села на голову. Я вот так еще сказала бы. Хотел бы он с вами построить семью. Хотел бы он с вами иметь семью. Хотел бы он с вами построить семью. Он боится опять попасть вот в такие же зависимости, в которых он находился. Потому что он считал почему-то, что там был очень хороший верный расчет. Там прям женщина подходила под его стать, под его характер, под его натуру. Они прям та же похожие были. Прям идеальная пара. И что это, во что это вылилось? Он не знает, куда деться уже от этой женщины. И теперь вы. А вы такая, знаете, вы самодостаточная. Вы очень яркая, очень активная, очень сильная. Женщина золота. Женщина, которая, знаете, справедливая. Как есть, так и говорит в лоб. Прям вот, знаете, вот честно, по-честному. Да, вот такая женщина очень строгая. Может быть, вы, кстати, юрист. И он еще больше вас боится, что она такой юрист. Она сейчас по закону меня здесь вообще посадит еще. И мужчина смотрит в вашу сторону. Да. Он хотел бы с вами семьи, но он боится. Знаете, обжегшись на молоке, мы теперь дуем на воду. Вот здесь мужчина тоже сам. Он теперь будет дуть на воду. Потому что он боится вас. Потому что уже он понял, что у него было. А теперь опять связаться вот с такой женщиной, как вы, там хоть не яркая была. Там ему подходило. А здесь вы такая яркая. Очень такая прям вообще, ну просто, это я не знаю. Дженнифер Лопес, понимаете, на сцене. Вот энергия такая. Вот вас энергия такая. Может быть, и красота такая же, да. Потому что здесь могут быть женщины огненной стихии. Лев Овин Стрелец. Кстати, Дженнифер Лопес это лев. Типичный лев. Лев Петух, да, по знаку Зодиак. Здесь тоже очень яркая энергия женщины, которая красочная, красивая, карьеристка. Никого, ничего она не стесняется. Она такая, какая она есть. И она знает, что она потрясающая. Он тоже это знает. Он вас видит, какая вы. Но он вас боится. Боится. Потому что он боится, что второй раз я уже не осилю. Если у меня опять тоже ничего не получится с ней. Вот как вот с этой женщиной, да, например. Все, и здесь я уже не знаю, что будет. Меня надо будет по осколкам просто собирать. Даже если он просто не женщиной живет, а живет с мамой. Вы знаете, вот опять же, да. Потому что здесь два варианта. Один с мамой, другой с женщиной. Вот если он живет с мамой, то он думает про себя. Уйдя от мамы к этой женщине, а не будет ли она меня подавлять так же, как мама? Потому что в любом случае здесь мужчина вас немножко побаивается. Побаивается? Слишком вашего вот этого широкого жеста. Вот этого собственного я. Я, я такая. Я крутая. Я лучшая. Я сильная. Он немножко побаивается. У вас очень такая просто хорошая энергия. Хорошая энергия. И вы честная. Вы как что сразу в глазах все говорите. А он там привык немножко уже хитрить, обманывать, манипулировать. И вы это сразу увидите. Тут же увидите. И будете это пресекать. А он уже, понимаете, он уже там другой же стал. Он же в этой семье немножко другой стал уже. А вы не такая. У вас нету этих хитрости, обмана. Вы какая есть, такая есть. Все. И не приемлете вот эти. Вы же фемида. У вас знак фемида здесь. Здесь чести, достоинства, законопослушания, там, я не знаю. Гордости, открытости. И вы уже не будете на него смотреть, знаете, как на честного человека. А он там привык уже хитрить. Он же по-другому не может в той семье. Вы немножко уже разные просто, понимаете, разные. Ну, а кто виноват? Он сам ту женщину себе такую выбирал. Он же изначально думал, что все будет там хорошо. А получилось, как видите. Как скоро? Вот смотрите, если он все-таки там находится в семье. Давайте посмотрим. Все-таки, если у него там есть женщина, с которой он живет. Как скоро он оттуда уйдет из этой семьи? Из той семьи? Как он скоро уйдет? Да, скоро. Тут с мечей совершенно скоро. Давайте посмотрим прям, я не знаю, по срокам. До конца ноября он идет оттуда, из той семьи. До конца декабря уйдет он от той семьи. В первой половине 20-го года уйдет ли он с той семьи? И вторая половина 20-го года уйдет ли он с той семьи? Да, там потому что он уже уходит оттуда. Он четко для себя определил, что я хочу уйти. Я устал уже, все. Сил больше никаких нет. Так. Нет. До конца 19-го года пока нет. Потому что есть что-то, что еще держит его. Так. Я думаю, что во второй половине 20-го года здесь старший Аркан шут дурак. Он уйдет в новое. Он уйдет в новое. Пока не готов, что-то, ну, что-то еще держит. Что-то держит. А давайте посмотрим, что его в той семье еще держит. Что? 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 Ну, да. Все, я поняла. Да, я поняла. Посмотрите. Король Пентакливый, Король Жезловый и Ярофант. Это говорит о том, что там очень серьезные отношения с женщиной. Женщиной очень серьезные отношения. Там брак официальный, скорее всего. Или он живет с женщиной очень давно. Там есть дети. Там есть имущество по Пентакли. Там есть имущество. Он вкладывался в эти отношения. Он вкладывался в квартиру или в дом. Он покупал много вещей. Он дарил золото. Он, может быть, вместе купил эту квартиру или построил этот дом на свои деньги. И просто так уйти взять сумочку не получится. Может быть, там большой клан семьи. Там, может быть, папа с мамой еще живут вместе. Братья и сестры вместе живут. Просто так легко взять, уйти. У этого человека не получится, потому что достаточно все серьезно. Если все-таки этот мужчина, опять же, неженатый, он живет с мамой, тоже не получается просто так легко уйти по той причине, что он кормит маму. Он одевает маму. Он много сделал для мамы. Может быть, он купил эту квартиру маму, построил дом для нее. И просто так оставить маму уйти тоже некуда. Некуда. А у него нет, может быть, другой жилплощади. Ему приходится жить с мамой. Это тоже для него такой сложный вопрос. От него очень много зависит. В той семье, где он живет, от него очень много зависит. Это и в первом случае, во втором случае тоже могу сказать. При семье он или с мамой он от него очень много зависит. Он практически кормит. Кормит. От него идут деньги в дом. И он просто так уйти не может. И развестись, легко сказать, тоже быстро развестись не получится. Там, скорее всего, может быть, они даже в суд будут подавать, через суд будут делать какие-то дела. Потому что у него иерафант. Это очень серьезная такая карта. Ну да уж. Ну вот так вот. У него в семье дела. Да. Давайте посмотрим. Давайте я хочу обратиться к высшим силам и спросить именно высшие силы. Идет ли вам с этим мужчиной... С этим мужчиной вам идет брак в будущем. Я не знаю срок. И срок задавать я не буду. И вы тоже не задавайте. Потому что я просто хочу посмотреть, идет ли вам с этим человеком в принципе брак по судьбе в будущем. Будете ли вы его семьей? Будете ли вы его семьей? Давайте я вам скажу так. Скорее всего, нет. По той причине, чтобы он стал вашей семьей, он должен быть одиноким. Потому что вы даже не подпустите его, если он еще что-то там будет зависеть от своей семьи. Он должен для вас действительно быть полностью свободным. А это не скоро. Раз. Во-вторых. Здесь вы, вот женщина, которая меня сейчас смотрит, она не будет сидеть и ждать. Она не будет сидеть, ждать, когда он разведется, когда он захочет вернуться к вам. Здесь женщина ждать не будет. Здесь женщина самодостаточная, которая строит сама свою жизнь. Мужчина, которая хочет отношений, которая полностью прекрасно разобралась и в нем, и в себе, и в этих отношениях. Которая не сидит, не ждет. Она живет. Она живет здесь и сейчас. И если появится какой-то другой мужчина, она запросто будет строить отношения с другим мужчиной. Может быть в вашей жизни уже появился такой мужчина. И вот на этого мужчину, на которого я сейчас смотрю, и вы на него смотрите, в принципе у вас больших планов-то уже и нету. Вы уже и не надеетесь, что вы будете когда-то с этим человеком семьей. Уже не надеетесь. Потому что вера, ну уже вера как бы у вас, да, кончилась, да, пропала. Исчезла к этому человеку. Вы уже не верите ему. И вы хотите новых отношений. Потому что вы много раз давали шанс. Вы много времени ждали. И ничего не получалось. Человек был женатый, неопределившийся. Он расстанется со своей женщиной. Я вам говорю сто процентов, потому что я посмотрела, я это увидела. Он расстанется со своей женщиной до конца. Нет, во второй половине двадцатого года он начнет новую жизнь. Но вы не будете ждать даже полтора года. Потому что все, для вас это уже как бы все. Хватит, с меня хватит. Вы уже давно это сказали. Поэтому есть такие вещи, которые вы никогда ему в жизни уже не простите. Есть такие вещи между вами, которые вы никогда ему не простите. Поэтому здесь брак невозможен. В принципе, здесь брак невозможен. Да, здесь женщина самодостаточная, красивая, ухоженная, потрясающая, бизнес-вуман, у которой все есть. И, между прочим, за вами ухаживают. И вы нравитесь другим мужчинам. Поэтому здесь женщина, нет, она не допустит. Да, здесь женщина села, поехала, погнала, все. Да, вы императрица, вы выросли в своих глазах настолько. Вы с этим человеком так выросли, девочки. Здесь женщина, которая потрясающая императрица. Она управляет своей жизнью. Она ездит, она путешествует. Она встречается, я не знаю, там, с мужчинами, принимает комплименты. Она счастлива. И вот этого мужчина, естественно, она уже не ждет. Естественно, уже не ждет. Она слишком быстрая. Она не будет сидеть и никого ждать. Здесь женщина уже никого не ждет. Она погнала вперед, все. Да, да, да. Я дама Кубкова, я себя люблю. И я хочу большой, огромной любви. И вот за меня будет мужчина, который меня будет любить и будет мне дарить. Вот этот кубок, понимаете? Вот этот кубок любви. Вот такой был расклад. Я вас всех люблю. Я вас всех обожаю. Будьте счастливы. И пусть у вас, девочки, все будет хорошо. Встречайтесь, общайтесь, заводите новые отношения. И будьте счастливы. Чисто по-женски. И всем всего хорошего. Спасибо.